МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Город Видное в рамках рабочей поездки посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Добавим скамеек и попросили песочницы. Праздник посвящения первоклассники проходит в эти дни в учебных заведениях Ленинского городского округа. Участники программы «Активное долголетие» стали актерами постановки «Прощание с матерой». Алеша Звонников, наш материнский-то мужик-то, ой, знаем, ой, порядочный был баламут. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в рамках рабочего визита побывал в сквере 50-летия города Видное, где недавно завершилось благоустройство. Также он посетил игровую зону в микрорайоне Купеленко, отремонтированную по программе модернизации детских площадок. Тему продолжит Наталья Буслаева. Работы по благоустройству сквера 50-летия города Видное заняли около месяца. За это время сотрудники МБУ благоустройства заменили брусчатку, высадили газоны, установили центральный элемент с названием, поставили удобные антивандальные скамейки из эко-материалов. Оценил все преимущества обновленной зоны отдыха депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Новые светильники, они такие тоже разноцветные, особенно когда проезжаешь ночью, он так красиво смотрится, мигает. В общем-то, отвечает, мне кажется, таким очень изысканным вкусом. Далее Владимир Жук отправился в ЖК Купеленко. Игровой комплекс площадью около тысячи квадратных метров вместо устаревшей детской площадки с аварийными элементами вот уже почти месяц радует юных жителей микрорайона. Здесь была площадка, она еще была построена застройщиком. Соответственно, было передано в муниципалитет. Ну и площадка, она очень много было аварийных элементов, которые мы убирали, да, то есть она уже очень сильно оскуднела из-за того, что как бы эти элементы убирались. Одна лавочка, там даже вдвоем сидишь, но вспомните, у нас было 15 лавочек. По песочнице, конечно, желательно. В ходе встречи депутат принял к сведению все замечания жителей. Поговорили с жителями, есть замечания, надо добавить скамеек, действительно маловато, потому что детей очень много, родители не всем местом могут получить на скамейке, поэтому площадок добавим скамеек и попросили песочницы. Песочницы нет, обязательно ее сделаем. Данная детская игровая площадка была целиком модернизирована. С учетом мнений и предложений жителей было обустроено дополнительные детские игровые элементы. Все поделено на секции здесь, значит, и для малых групп детей, и для средних, да. Но сегодня было принято решение дополнить эту детскую игровую площадку. Сейчас благоустройство игровой зоны на завершающей стадии. Совсем скоро вдоль площадки появится живая изгородь из кустарников. Рекомендация Главного управления содержанием территории ставить не металлические ограждения, а вот живую изгородь. Оно смотрится гораздо эстетичнее, да, то есть и в части обслуживания. На долгосрочную перспективу более экономичное. Такие ограждения будут еще на 10 детских площадках муниципалитета. Стоит отметить, что параллельно в округе обновляют игровые зоны еще по нескольким адресам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Праздник посвящения в первоклассники проходит в эти дни в учебных заведениях Ленинского городского округа. К нему целый месяц готовятся и дети, и родители, и педагоги. Наша съемочная группа побывала в 9-й Видновской школе и посмотрела, как становятся настоящими учениками. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители и все гости. Мы начинаем праздник посвящения в первоклассники. 15-летний юбилей в этом году отмечает коллектив 9-й Видновской школы. И все эти годы здесь существует замечательная традиция – праздник посвящения в первоклассники. С 2008 года наши замдиректоры по воспитательной работе с классными руководителями, а тогда всего было два первокласса, придумали такой праздник, что немножко ребятки обживутся в школе в течение месяца, а потом уже в октябре такой вот именно один праздник только для них. Ведь все-таки 1 сентября праздник для всех. Более 5 тысяч мальчишек и девчонок в Ленинском городском округе впервые сели за парты 1 сентября 2023 года. Из них 149 в 9-й Видновской школе. Месяц ребята, пришедшие из детских садов, адаптировались к новым правилам поведения, а их родители – к новой школьной жизни. Может быть, они сами еще и не понимают всей значимости этого праздника, но на фото, на видео для родителей это важно, потому что это некое посвящение, прощай детский сад, здравствуй школа, и все-таки это, наверное, тот шаг, прошел месяц, который они делают уже более осознанно, понимая, что все, школа наступила. Активное участие в подготовке посвящения приняли сами первоклассники, а совсем скоро и новый праздник – День учителя, где они также смогут проявить свои таланты. Мы в этом году делаем концерт силами ребят и силами педагогического коллектива и планируем даже провести День самоуправления, когда наши ребята выступают в роли учителей. Им это очень нравится, дети их слушаются, старшеклассникам. Вот таким образом мы и планируем провести наш День учителя. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. К темам патриотизма и защиты Родины в настоящее время приковано особое внимание. В Видновском историко-культурном центре была проведена встреча любителей поэзии, посвященная защитникам Отечества. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В историко-культурном центре состоялся поэтический концерт «Любите Родину». Он был посвящен воинам России в разные годы, отстаивавшим интересы государства на полях сражений. Идейным вдохновителем и организатором мероприятия стала методист ИКЦ Наталья Замарина. Кроме известных произведений XX века, со сцены прозвучала и современная поэзия. Она продолжает традиции века XX. И я не ожидала, но стихи поэтов сегодняшнего дня вступают в диалог с поэтами Великой Отечественной войны. Зрители услышали стихотворения в исполнении постоянных участников поэтических чтений и конкурсов. Также к ним присоединились их друзья и коллеги. Среди участников концерта были и совсем юные чтецы. Один из них – Артем Мусаилов, который прочитал стихотворение Игоря Караулова. Скоро войне конец. Скоро придет отец. Скоро воскреснет мать. Видно, недолго ждать. Мне нужно было сказать, что скоро война закончится, что все не напрасно. Дать надежду народу. Кроме стихотворений, на концерте прозвучали песни отечественных авторов. Александр Родителев исполнил известную песню на стихи Булата Акуджавы. «Неужто клясся днем вчерашним? Неужто клясся днем вчерашним? Бери, жены, пошли домой!» Мероприятие не оставило равнодушным никого из собравшихся. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Участники программы «Активное долголетие» стали актерами в постановке повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Его представили видновской публике на сцене кинотеатра «Искра». Посмотрела спектакль и наш корреспондент Юлия Стаферова. В кинотеатре «Искра» состоялся показ спектакля по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Постановка получила первое место на областном конкурсе «За гранью софита» в 2022 году. Светлана Синицына – руководитель, сценарист и режиссер театральной мастерской клуба «Активное долголетие». Она, как никто другой, переживает за работу своих учеников. Надеемся, что они не будут волноваться и хорошо сыграют спектакль. «Прощание с матерой» – одно из самых известных произведений деревенской прозы. В нем автор поднимает очень важные вопросы, такие как взаимоотношения человека с природой, сомнительная ценность технического прогресса, сохранение памяти предков. Валентин Распутин, который, так сказать, глубоко очень в своих произведениях описал вот именно жизнь, быт, психологию, проблемы русской деревни, ну, середины 20 века. «Алеша Звонников, наш материнский-то мужик-то, ой, знаем, ой, порядочный был баламут, да, а вот Алеша до работы-то была очень». Роль Настасии исполнила Нина Варфоломеева. Она со школьных лет принимает участие в творческой самодеятельности. Сейчас Нине Александровне 82 года, и это только цифры в паспорте. Ее таланту и энергии позавидуют молодые. Ведь она в свои годы пишет стихи, прозу и сама читает их со сцены, а также играет на гитаре и поет. «Я приехала в деревню, тут болит и тут болит. Руки, ноги, голова, в общем, полный инвалид. Привезла лекарств я кучу, не вмещаются в пакет. Кашель здесь меня замучил, словно мне под сотню лет. Здесь такая, брат, работа. Поливай, коси, сажай, пашешь до седьмого пота, вся в борьбе за урожай». В планах театральной мастерской поставить спектакль по рассказам Михаила Зощенко. И для участия приглашают творческих людей золотого возраста. Дружный коллектив легко примет новичков. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.